Как ожидание может обернуться радостью и наоборот. Предпремьерный показ спектакля «В ожидании» состоялся накануне в театре имени Галиаскара Камала. Прожить жизнь за несколько дней. Удивительная инсталляция и необычная локация. Действие разворачивается в отделении для беременных. Радость новой жизни или проклятие? Главный вопрос авторов – все ли достойные? Получил ответ не у всех зрителей. Диляра Исупова оценила идею постановки. В этом карнавале характеров сразу и не поймешь, кто скрывается под масками. Настоящая женщина или та, кто хочет ею называться. Впрочем, разве можно предсказать игру под названием «Жизнь»? Частная история становится прототипом. Человечество, общество, пороки и добродетели, что истина, а что ложна. Бессилие, медицина или просто случайность. А может, малыши сами не рвутся в этот мир злобы, агрессии и кровопролития. Нафиса Хайрулина – одна из тех, кто в буквальном смысле вынашивал мысли автора. Я играю девушку, которая в свое время гуляла и сейчас забеременела и хочет начать новую жизнь с чистого листа. Мне кажется, материнство для любой женщины – это, наверное, самая важная миссия. Идея родилась спонтанной, что более удивительно, автор – мужчина. Однако привнес постановку личный опыт. Так повлияло рождение дочки. Все истории, по словам драматурга, ничто иное, как правда. Идея родилась очень просто. В 2012 году мы узнали, что ждем ребенка. И вот я наблюдал весь процесс беременности жены. Потом начал интересоваться этим. И вот потихоньку набрал материал. И вот родилась такая история. Мужчина, мне кажется, даже представить не может, что это такое – рожать. Что это такое, когда у тебя внутри еще кто-то живет. Это просто сумасшествие. История не авангардна, а вполне типична. Может, потому автор надеется, что зритель воспримет ее как свою. Не обошлось и без технических сложностей. Статичный, казалось бы, объект в секунды меняет облик. Движение, и вот уже одна и та же палата выглядит иначе. То ли иллюзия, то ли галлюцинация. Может быть, такой он – мир глазами будущей матери. Премьера спектакля «В ожидании» состоится уже сегодня в Театре Камалов, 19.00. Продолжение следует...